Друзья, братья и сестры, я хочу вместе с вами сказать славу нашему Господу. Мы имеем эту возможность быть в ног Иисуса Христа сегодня и слушать Божье Слово, славить Его Святое Имя, прославлять Его, находить утешение от Божьего Слова. Вы знаете, действительно, в этой жизни нашей она не монотонная, она очень уникальная, она разная. Каждый день в нашей жизни мы можем встретить вещи, которые для нас, может быть, новые, и наша жизнь очень интересная. Я благодарен Иисусу Христу, что Он спас нас и дал нам утешение от Святого Духа. Я благодарен Богу, что однажды в нашу жизнь пришел Он и открылся как Спаситель, как Сын Божий, который дал нам эту радость, которую никто не может отнять, независимо от обстоятельств, независимо. Действительно, когда мы имеем эту радость от Бога, независимо от чего мы проходим, мы всегда, как апостол Павел говорит, я всегда могу торжествовать в Иисусе, потому что Он мой Господь. И мы им это утешение от Бога в наше время. Я хотел бы сегодня, чтобы мы обратили внимание к Божьему Слову. Это записано в Евангелии от Луки, 18 глава. Мы обратим внимание на места Священного Писания. Здесь Иисус Христос говорил притчу о судье неправедном. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на последние стихи Его речи. И он с первого стишка 18 главы Евангелия от Луки говорит такие слова. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле?» И хочу, чтобы мы обратили внимание на последнее слово. Здесь Иисус Христос рассказывает притчу, говорит притчу людям. Он говорит о суде в том городе. Там была вдова, которая имела, как бы, с ней кто-то имел конфликт. Судя по этой притче, мы видим, что она была права. Она была вдова, то есть в ней не было мужа. Либо он заболел и умер, либо он умер на войне, мы не знаем, но она была вдова. И она приходила к судьи, которым был в этом городе. И она говорит, «Помоги мне! Я не могу защититься! Ты для меня единственная надежда! Я к тебе прихожу, и я прошу тебя, помоги мне!» И вы знаете, этот судья, Иисус Христос, говорит, он был неправедный. Он был, может быть, даже нечестивый человек. Но его терпение от этого постоянного просьбы, как бы, дошло к нему. Он говорит себе, думаю, «Я Бога не боюсь! Я людей не стыжусь! Мне никто не может! Я такой!» Но эта вдова уже приходит ко мне, я встану и я защищу ее, чтобы она больше ко мне не приходила. Неотступность была этой вдовы, она приходила. И вы знаете, Господь говорит, «Слышите ли, что говорит этот судья неправедный?» И дальше Он говорит, «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Интересно, здесь Иисус Христос говорит о том, что Бог, Он намного величий. И Он говорит, «Неужели Бог не защитит избранных Своих, которые вопьют к Нему день и ночь?» Вы знаете, в нашей жизни непонятно бывают моменты, когда мы смотрим на реальность, на историю, даже на жизни наших родителей, которые жили в бывшем Советском Союзе под вот этим сильным гонением атеистов, которые именно сильно издевались над верующими людьми. И вы знаете, очень, когда разговариваешь с американскими верующими людьми, они говорят, «Вы знаете, по наших церквях мы совершали молитвы о России, мы совершали молитвы о Украине, о Белоруссии, о Молдавии, мы за вас молились, за ваших родителей». Но вы знаете, коммунизм продержался в Советском Союзе за 70 лет. Прошли 2-3-4 поколения. Верующие люди через это все проходили. Они все это на собою испытывали. Бог, может быть, позволял это или как бы не реагировал сразу. Ну, мы читаем здесь, «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь?» Вопиют к Богу люди, просят у Бога что-то. Они желают помощи получить. Бог как бы медлит. Процесс должен как бы пройти. Божий план должен совершиться. Иисус говорит, «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Действительно, Бог подал защиту Свою, народу Своему. Эта система взорвалась, разлетелась. Эти люди, которые отстаивали ее, пришли в никуда. Но и Бог тоже здесь являет милость к ним. И много из них познали Иисуса Христа. Посредством вот этой жизни верующих людей многие атеисты поняли, они говорят, наша голова не понимает, как вы можете это так жить. Мы создали для вас ад на земле, но вы показываете нам, что действительно есть Бог. Действительно, вы знаете, через жизнь этих верующих людей Бог доказывает неверующему человеку, что он есть, и что он их любит, и хочет их всех спасти. Не вступается вот эту внезапную реакцию отомстить, наказать человека. Бог дает процесс, милость свою дает, и человек осознает в конце, что он шел против Бога, и Бог все-таки любит его и хочет его спасти. Я хочу обратить ваше внимание на слова, которые сказал наш Иисус Христос в восьмом стишке. Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле? Этот стих, он очень сильно настораживает нас, и мы начинаем думать, что же будет происходить на этой земле, что произойдет, что когда придет Иисус Христос на эту землю, найдет ли он веру на земле? Что произойдет? Ведь в то время, когда Господь говорил, Он находился в земле израильской, люди были набожные, люди были иудеями, они верили в единого Бога, и мысль о том, что не станет веры на земле, просто, может быть, даже не приходила им на разум. Но Господь здесь говорит, «Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле?» Мы подразумеваем, что что-то изменится на земле, что-то изменится очень сильно. Почему именно здесь намекается то, что вера будет в очень ограниченном состоянии, ее будет не хватать, ее будет, может быть, даже мало? Как это произойдет? Я хотел бы, чтобы мы открыли следующее место. Это записано в Евангелии Матфея, 24 глава, и мы обратим внимание на 12 стишок. Это Матфея 24, 12. И здесь говорит Господь, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Казалось бы, беззаконие и зло, оно было. Но Господь здесь говорит, что по причине умножения беззакония. Беззаконие так сильно умножится на этой земле. Оно так сильно вырастет, оно так сильно войдет в общество по этой всей земле. И по этой причине, по этому умножению беззакония во многих охладеет любовь. оно настолько будет сильно влиять на людей. Что это за беззаконие? Иисус выше говорит такие слова. Мы обратим внимание, в этой самой же главе мы посмотрим на 4 стих и ниже. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, мор, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Иисус здесь говорит, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Когда мы читаем здесь, Господь говорит, «Придут уже пророки, которые будут обращаться к верующим людям именем Господнем. Придут люди, которые будут что-то говорить, «Я Христос». Придут люди, которые будут именно извращать Божие учения. «Восстанет народ на народ, брат на брата». И когда мы читаем вот это все, мы думаем, после такого сильного давления на человека, после такого сильного напряжения, как человек может содержать себя, как может человек вот это сохранить, вот эту любовь, которую он должен иметь в своем сердце. Мы понимаем, о чем здесь Иисус Христос говорит, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вот это давление давит на людей отовсюду. Слухи разные, войны. Человек живет под страхом. Человек думает, вы знаете, сегодня что-то случается в каком-то городе, и мы можем на нашем умном телефоне сразу узнать, да? Но когда люди не имели технологии, мы живем в Индианоле, и нам кто-то говорит, войско идет с дымой, у них очень сильное оружие. Как бы мы себя ощущали? Я думаю, что мы тоже думали. Может быть, страх пришел в наше сердце. Мы не знаем, что-то за монстры на нас направляются, но наша фантазия, она такого вырастила, что мы просто обходили под страхом. Я благодарю моего Иисуса Христа, который пришел в нашу жизнь, и Он дал нам новую жизнь. И когда мы во Христе, то мы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе. Мы приняли духа установления, которым мы взываем Ава Отче. Аллилуйя! Слава Богу, что Бог пришел в нашу жизнь, и мы познали Его. И по причине этого беззакония во многих охладеет любовь. Следующее место, я хочу обратить, это 22 глава Евангелия Луки. 22 глава Евангелия Луки. Луки мы обратим на место 31 стишком. Иисус Христос обращается к Петру и говорит, «И сказал Господь, Симон, Симон, вот Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев моих». Очень интересное слово. Господь говорит к Симону, «Симон, Сатана просил, чтобы вас сеять, как пшеницу, чтобы вас разбросать по этому полю». Сатана хочет, чтобы вы находились в рассеянии, чтобы вы не имели ту любовь, чтобы эта любовь вас охладела. Но Господь говорит, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Я молился о тебе». Вы знаете, когда мы читаем места священных писаний, где Господь молился, и Он говорит, «Отче, не прошу, чтобы ты забрал этих людей из этого мира, но я молюсь, чтобы ты их сохранил». И вы знаете, эта молитва Иисуса Христа, она не была только апостолей о Петре или о других каких-то людях, она была о всех верующих. И здесь Господь говорит, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди, братья в Моих». Иисус Христос здесь говорит Симону, «Симон, ты поверил, ты имеешь эту жизнь». Иисус здесь предсказал, что придет момент, что он согрешит. Он говорит, «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Но в этом падении или в этом спотыкании Петр Симон не потерял веру, потому что Иисус Христос молился о нем. Он говорит, «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, чтобы твоя вера не стала нищей, слабой, беспомощной». И когда ты обратишься, чтобы ты мог утвердить и твоих братьев. Бывали моменты, я думаю, в каждого из нас, в нашей личной жизни, когда, проходя вот эти всякие моменты нашей жизни, наша вера приходила в такое состояние слабое, когда, может быть, приходило сомнение, приходило момент, ты не знаешь, как поступить, ты не знаешь, что с этого подумать, почему это происходит в моей личной жизни, почему это так получилось, почему такие обстоятельства встретили меня, я не понимаю. Я не понимаю, потому что, вы знаете, наш разум, он не может понять вот это все плана Божья. Когда пришли воины взять Иисуса Христа в Гефсиманском саду, то мы читаем из истории, что ученики, они убежали, они все кинули, они среагировали на армию очень как бы телесно, напал на них страх, они проснулись, а здесь идут люди вооруженные. Хотя до этого они все обещали верность Иисусу. Петр говорит, Господи, я за Тебя, я готов идти на смерть. Вот мы даже читаем в 33 стихе, он отвечал ему, Господи, с Тобою я готов в темницу и я готов на смерть. Я готов пойти в темницу, я готов пойти на смерть за Тебя. Я настолько Тебя люблю, Иисус, я настолько предан Тебе, я готов на это все за Тебя. Но Господь знал лучше. Он говорит, Петр, говорю тебе, не пропает петух сегодня, как ты трижды отречешься на Тебя. Натура человека, она такая нестабильная. Натура человека, она такая эмоциональная. Под порывом эмоций человек может сказать, что угодно. Но когда ты соприкасаешься с реальными вопросами в твоей жизни, где больше эмоций и не дают утешения, когда ты соприкасаешься с теми вопросами в твоей жизни, что только единый Бог может тебе помочь, поддержать тебе и дать тебе силу. И сегодня мы говорим о этой вере, которую дает Бог для каждого из нас, для того, чтобы мы в нашей личной жизни в этом Новом году шли в полной вере и в утешении от Святого Духа. И Бог говорит здесь, Иисус Христос, «Я молился о Тебе, чтобы не оскудела вера Твоя». Я верю, что Иисус Христос молился и о Тебе, и о Мне, чтобы в Твоей личной жизни Твоя вера не оскудела. Чтобы Ты в своей жизни шел и побеждал. И следующее место я прочитаю, это записано в Евангелии Иоанна, 17 глава Иоанна. Мы прочитаем с 11 стишка и ниже. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святой. Сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Мы все прекрасно понимаем единение единого Бога, открывающегося в Себя в Отце, Сыне и Святом Духе. И Господь Иисус Христос обращает, или как бы молится и говорит, «Отче, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как мы». Это глубина единения Бога Отца, Сына и Святого Духа и обращение к верующим людям, которые могут быть в состоянии быть в таком же единении друг с другом, единении с Богом, в этом прекрасном общении веры. И Иисус Христос молится и говорит, «Я хочу, сохрани их во имя Мое, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я сохранял их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибли». Дозводится Писание. «Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную, чтобы они имели». И Иисус Христос молился о Тебе и о Мне, чтобы в этом мире, независимо от обстоятельств, которые встречают Тебя и меня, Ты и Я имел радость в себе совершенную, которую мир не может отнять. И эта радость приходит в наше сердце только посредством единения с Богом, только с миром Божьим, который Бог дает. Это единственное состояние, которое дает каждому из нас вот этот прекрасный мир и радость во Святом Духе. И Иисус говорит, «Ныне же к Тебе иду, я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молюсь, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истинною». Иисус Христос, Божий Сын, говорит, «Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истинною». Иисус Христос совершил это на Голгофе, чтобы сегодня Ты и я имел право и доступ к Божьей истине, которое освящает нас на этом пути. Иисус говорит, «Я за них посвящаю Себя, чтобы и они были освящены». Бог, начатое Своё дело, работу Святого Духа, доводит до конца. Он говорит, чтобы они были освящены истиной. Божья истина производит вот эту работу в нашей жизни, посредством нашей веры, освящая нас и делая нас совершенных в очах Небесного Отца. Слава Богу! И Он говорит, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино». Действительно, Иисус Христос, есть этот путь, который открывает всякому человеку на этой земле, путь к спасению, к путь получению вечной жизни, путь к этому прекрасному состоянию спасенного человека на этой земле. Это делает Иисус Христос лично в каждом из нас. И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную, слава Ему. Веруя в Него, мы получаем вот эту Божию благодать, вот эту истину, которая освящает нас в нашей жизни, укрепляет нас и содержит нас, чтобы наша вера, она не оскудевала, чтобы наша вера, она не менялась, чтобы мы не теряли эту любовь. Беззаконие увеличивается, написано, по причине беззакония во многих охладеет любовь. Слово «многие» – это свидетельство о том, что больше половины. Это может быть 51%, 52%, но не у всех. Не у всех. Почему? Потому что истинные люди, верующие в живого Бога, поверили Иисусу Христу. Христос молился и говорил, «Я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела, чтобы она не отошла от человека». И я благодарен моему Богу, что по Его милости мы сегодня имеем это прекрасное служение, где мы можем осознавать Божью любовь, Божью милость в нашей жизни, и мы можем славить Его святое имя и пребывать в Нем, чтобы мы были освящены Божьей истиной. И эта истина преображала каждого из нас для славы Божьей. Я призываю каждого из нас, чтобы мы обратились к Богу в молитве и прославлю Его на этом месте еще раз. Мы склонимся и будем молиться Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok